Так, друзья, добрый вечер. Хотел сегодня провести прямой эфир с ответами на ваши вопросы. Поэтому давайте потихоньку будем начинать. Я думаю, мы сегодня побудем примерно час, может быть чуть меньше, может быть чуть больше, в зависимости от того, какое количество вопросов у вас будет. Давайте я представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Константин Никулин. Я психолог-сексолог. С 2008 года я веду консультационную деятельность. Работаю с парами, работаю индивидуально, рассматриваю вопросы, связанные с психологией, связанные с самооценкой, с пережитием какого-то негативного события, с травмой, детскими травмами. Но не работаю с детьми, работаю чаще с родителями. И сегодня с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Вы можете задавать ваши вопросы в формате вопрос-ответ. Я на них с удовольствием поотвечаю. Если вопросов будет много, я не буду так сильно вдаваться в подробности. Но если вопросов будет немного, то больше отвечу так, скажем, подробнее, для того, чтобы и другим было полезно. Ага, всем привет. Елена Шлю, привет из Марокко. Очень приятно, что у нас сегодня такая международная аудитория. Вы можете не стесняться начинать писать свои вопросы. Те, которые волнуют вас, беспокоят. Возможно, просто вам было бы интересно услышать мое мнение как психолога на какую-то тему, связанную с вами, с отношениями с детьми, отношениями, наоборот, с родителями, с родственниками, связанная с тем, как найти себя, как найти свое призвание, как стать более уверенным в себе в определенных ситуациях, как правильно найти себя спутника жизни. Ну, в общем, все вопросы, связанные с психологией, с психосоматикой, с сексуальной сферой, да, сразу подчеркну, что у нас эфир, он для лиц старше 18 лет, поэтому все вопросы, которые считаете важными, можете задавать, пишите прямо в чат, не стесняйтесь, и я, по возможности, буду отвечать. Вижу знакомые лица, очень приятно всем, кто зашел на огонек. Так, секунду. У меня тут что-то началось писать. Ну, давайте я немножко расскажу тогда, ну, на свободные темы поговорим. Вы задавайте вектор направления того, какие вопросы вам бы хотелось осветить. Я периодически, ну, скажем так, чаще все-таки, чем здесь, провожу прямые эфиры в ТикТоке, потому что там и аудитория больше, да, и, ну, по этой причине в основном. Кстати, кто не подписан на меня в ТикТоке, возможно, вам тоже будет интересно, там очень много таких коротких видео, которые по теме психологии помогают решить определенные вопросы. Вы можете перейти в мой профиль, и там есть такая ссылка, топ-линк, по ней можно перейти, более подробно узнать обо мне и о всех других моих аккаунтах в соцсетях. Соответственно, если, если будет интересно, подписывайтесь и на другие соцсети. Как найти свое призвание? Ну, вот я от Елены поступил вопрос. Так, сейчас я посмотрю. Да, уже вот там идут вопросы. Хорошо, пишите дальше, я не буду там проматывать сильно вниз. Постепенно в формате очереди я буду переходить дальше к вопросам, но вы можете писать заранее, чтобы уж точно получить на него ответ. Как найти свое призвание? Это вопрос, который меня самого очень часто беспокоил. И вы знаете, я много чего попробовал в своей жизни. Разные проекты, интернет-проекты. Я работал на стройке монтажником, и на заводе в Каске, и в колл-центре по телефону. Ну, много где, короче. И так получалось, что каждый раз я приходил к какому-то кризису. То есть, это не обязательно связано было как-то с деньгами. Это было вот именно связано с самореализацией. Что-то внутри меня подсказывало, что я занимаюсь не своим делом. И для меня это может быть признаком двух вещей. Первое, что действительно временно или постоянно ты идешь против своего призвания. Хотя, я, знаете, не очень сторонник, что вот у каждого из нас есть какое-то призвание от начала и до конца своей жизни. Это первый момент. А второй момент, это может быть признаком того, что ты перерос уже сам себя в той роли, в которой ты был. То есть, я больше сторонник, наверное, не призвания и миссии, которая у человека может быть одна и на всю жизнь. Хотя и такие люди встречаются, и здорово. А я больше сторонник того, что в определенный момент времени в нашей жизни могут возникать обстоятельства, в которые мы вливаемся более комфортно в определенные роли и в определенной деятельности. И для меня призвание это то, что состоит из нескольких факторов. Это не только работа, это не только профессиональная деятельность, но это и то, как ты реализуешься в социуме, это и то, как ты реализуешься с точки зрения благотворительности, но я не имею в виду сейчас именно финансовую помощь куда-то или еще что-то. Это вот именно какая-то деятельность, где ты чувствуешь свою нужность. И четвертое, это некое хобби, от чего ты просто получаешь удовольствие. Вот для меня призвание это смесь вот этих четырех факторов. И очень круто, когда это соединено во всем одном. То есть ты понимаешь, что твоя деятельность, она про удовольствие, про твое внутреннее ощущение, что ты на нужном месте. Она про благотворительность, ну в том плане, что ты понимаешь, что ты как-то хотя бы улучшаешь этот мир, но делаешь его интереснее, ярче, полезнее для кого-то, даже пускай для узкого круга людей. Это связано немножко с твоим хобби, в том плане, что даже если бы тебе не платили за это деньги, тебе бы хотелось этим заниматься, ты этим влечен. Ну и четвертое, это про признание тебя в определенном кругу. Вот ты можешь быть широко известен в узком кругу. И вот, когда Елена задает вопрос, как найти свое призвание, очень важно понимать, что мы можем найти свою профессию, и мы можем найти свою деятельность профессиональную, но при этом вот другие составляющие, связанные с социумом, с неким благотворительным вкладом в эту вселенную, связанные с ощущением себя причастным к какой-то группе, они могут не реализовываться. И, возможно, на каком-то этапе жизни, и это нормально, я считаю, когда ты занят, ты просто зарабатываешь деньги, ну на какой-то работе обычной, а может быть необычной, но при этом ты реализован в других аспектах, у тебя есть очень интересное хобби влечение, ты признан и принимаем в определенном социуме в обществе, да, и ты вносишь какой-то свой вклад в этот мир, в это общество. И тогда это тоже можно говорить про призвание, что так сложилась карта из этих, так сложился пазл из этих четырех составляющих, что в принципе я доволен, я удовлетворен. Но все-таки, если вы больше про профессиональное призвание, есть много теорий, есть много техник, как найти. Самая простая, на мой взгляд, которая и мне в свое время помогала, так называемая концепция ежа. Есть такое эссе «Лиса и еж», в котором лиса все время охотится за ежом, выбирая разные какие-то способы его поймать хитростью, а еж все время выбирает один и тот же способ от нее защищаться, он сматывается в клубок. И вот концепция ежа заключается в том, что есть люди и лисы, которые все время что-то изобретают, какие-то новые подходы к этой жизни, к самосовершенствованию, к самореализации. А есть люди ежи. Не тот неплох, нехороший, не другой неплох, нехороший. Но ежи, они что делают? Они знают свои сильные стороны, и они тупо их используют везде. В отношениях, в деятельности, в том, как они зарабатывают деньги, в том, как они планируют свою жизнь. То есть у них есть какая-то сильная сторона. Ну, не знаю, сильная сторона – это может быть просто умение общаться или желание общаться, общительность, скажем так. Или сильная сторона – логическое мышление. Или сильная сторона умения хорошо прогнозировать будущее. Ну, я вот такие аморфные, да, не вот прям профессии. А какая-то сильная сторона, и вы понимаете, что это всегда со мной было, это всегда со мной есть и будет. И грех, как говорится, не воспользоваться этим. И вот на основе вот этой сильной стороны, если вы будете строить какую-то свою профессиональную деятельность, и заметьте, она опять же может меняться, например, аналитический склад ума может быть задействован активно в IT-сфере, в программировании, ну и также через 5-10 лет вы поймете, что нет, я хочу заниматься психологией, например, направление психоаналитическое, где нужно больше слушать, интерпретировать, методом свободных ассоциаций работать с клиентом. И это совсем другая профессия, но она также использует вашу сильную сторону. И вот на мой взгляд, Елена, если подытоживать, как найти свое призвание, это найти свои сильные стороны, не в плане, что я так много трудился для того, чтобы она стала моей сильной, а вот то, что дано мне от природы, что уже у меня есть и как я могу это реализовать. Так вот, концепция же, она предлагает сделать три столбца, три листа, на которых вы напишите то, что вам нравится, чем заниматься, чего получаете удовольствие, любая деятельность абсолютно, то, что у вас получается хорошо делать, и третье, то, за что вам могут платить деньги. И вот пересечение из этих трех столбцов, это и может быть некой кристаллизации вашей деятельности. Да, я в свое время так осознал, что, ну я из бизнес-тренингов пришел сюда, что деятельность тренерская, ну скажем так, говорящая, связанная с околопсихологической деятельностью, это то, что вот по концепции же для меня является основой. Но это не мешало мне заниматься другими проектами, даже временно уходить из тренерской деятельности, да, и из психологии, ну так скажем, подставить ее на паузу, для того, чтобы найти себя, искать себя дальше и продолжать себя искать дальше. Так, наверное так. Добрый вечер, подскажите, как реагировать, если ребенок говорит, что он не человек, не ребенок, не дочь и не Дарина, а Лиса, и это уже два года, ребенку четыре года. Да, хороший вопрос, Аленушка, Ален, наверное, да, очень хороший вопрос, я сразу хочу сказать, я не крупный специалист по детской психологии, ну, конечно же, я ее изучал, но есть определенные периоды возрастные, когда для ребенка основным видом деятельности является ролевая игра. И это возраст примерно от четырех до семи лет, вот этот возраст, когда основным видом деятельности для ребенка является игра, самое главное ролевая игра. Наверняка вы замечали, когда ребенок очень увлеченно может играть в куклы, но вы слышите, ну, или в куклы, или в машинке, если это мальчик, но вы слышите краем уха то, что в этот момент он проговаривает какие-то важные события из своей жизни. И вот эта составляющая проговаривания, во-первых, является психотерапевтическим, то есть для чего-то ребенку нужно это проговаривать, для чего-то ребенку нужно вживаться в этот образ. И само это помогает его психике развиваться. Я вспоминаю, как на одном из обучений нам рассказывал преподаватель пример, насколько я помню, одной из своих клиенток, что ли, что у нее была девочка, которая, насколько я помню, очень тяжело рождалась, долго проходила по родовым путям, и в итоге, когда, ну, то есть она родилась, все было хорошо, но в каком-то очень маленьком возрасте, скажем, двух-трех лет, одним из любимых способов игры этой девочки было так, чтобы мама ее обняла очень крепко-крепко, и девочка старалась выйти, вырваться из этого, вылезти из этих объятий. Либо это была игра, когда вот такие тканевые туннели, может быть, видели, ну, типа как в Меге, там в Икее бывают, да, и вот она любила пролазить через них и вылазить. Никто ребенку не рассказывал про то, что ты тяжело рождалась, ну, тем более, два-три года, какое там осознание в этом плане, что вот у тебя была такая травма или еще что-то, но бессознательный ребенка зафиксировал, наверное, этот драматичный опыт, пренатальный, можно сказать, да, в момент родов, и психика выбирает наиболее подходящий, комфортный способ перепроживания этой ситуации, ну, возможно, травматичной. То есть, казалось бы, можно начать паниковать и сказать, что, да, что за бредовая игра, что она делает, почему ей это все время хочется. Но хорошо, что, зная обстоятельства, мы можем понять, что сам элемент вот этой игры для ребенка, он является терапевтическим. Поэтому во взрослой жизни, например, когда я провожу консультации, нередко прорабатывая с клиентом какую-то ситуацию, мы вроде бы прорабатываем ее в воображении, ну, там, в регрессивном гипнозе или работая, там, на стульях, да, с мнимым собеседником или с частями своей личности. Вроде бы этого нет в реальности, но что-то внутри человека меняется так, что после этой техники он воспринимает обстоятельства и внешний мир по-другому. И вот точно так же игра является для ребенка чем-то важным и терапевтическим. Вообще, я бы, ну, как рекомендации, хотя психологи не дают рекомендации, но такие рекомендации, мне кажется, можно сделать. Я бы не зацикливался на том, почему у ребенка это происходит. То есть я бы не спрашивал там, Дарина, а почему ты так говоришь? Там, я переживаю, ты же наша дочь. Ну, например, я сейчас фантазирую, что ты же Дарина, ты девочка, а ты не лисенок. Посмотри, у тебя нет хвостика, у тебя нет того. Можно, конечно, но если ребенок видит вашу эмоциональную реакцию, это не значит, что вы кричите, но он видит расширение ваших зрачков, больший фокус на этом, то для него это становится более значимой ситуацией. И тогда как сама ситуация по себе, сама по себе ситуация могла быть не значимой, не травматичной, но то, как реагирует родитель, становится чем-то, таким, зацепкой некой. Это знаете, как, когда мы говорим про половое воспитание, очень важно, что если, например, в возрасте там 5, 4, 6 лет вы видели, что ваша дочь или ваш сын там показывает свои половые органы или трогает половые органы, там, не знаю, брат и сестры, одногруппника в садике или еще что-то, очень важно не эмоционально реагировать на это. Если будет интересно, напишите, я расскажу, как реагировать на это. В ТикТоке, кстати, у меня есть одно видео на эту тему. Потому что сама эмоциональная реакция, она делает этот опыт западающим в бессознательное, то есть почему-то потом для ребенка может это стать важным. И вот здесь я бы предложил вам просто не фиксироваться на этом, если это как-то не влияет на вообще адаптацию ребенка в социуме. Если все в порядке, если он не говорит, что я теперь не буду общаться с людьми, потому что я лисенок, а это дети, и это люди, я не хочу с ними общаться и так далее и тому подобное. Но если же ситуация будет ухудшаться, на ваш взгляд, или будет что-то возникает такое деструктивное для ребенка, то, конечно же, вы можете обратиться к детскому психологу в вашем городе, чтобы она или он посмотрели более детальную ситуацию. Ну а вообще детям в этом возрасте свойственно примерять на себя роль кошек, роль рыцарей у мальчиков, каких-то животных, медведей, львов, тигров и так далее. Таким образом они узнают себя, примеряя на себя роли. Здравствуйте всем, кто присоединился. Так, секунду. Да, задавайте ваши вопросы, чтобы я на них ответил. Так, Атлантида. Как научиться жить в гармонии с собой и четко понимать, что тебе нужно? Не жалеть о том, чего не сделал или о том, что сделал? Хороший вопрос. Гармония с собой уже здесь заложен, на мой взгляд, ответ. Почему? Потому что, когда мы воспринимаем себя как единое целое, то очень часто это не так. На самом деле в нас очень много субличностей. Но если мы придерживаемся концепции Эрика Берна, то как минимум в нас есть ребенок, родитель и взрослый. Но если мы будем говорить на языке психосинтеза, то у нас вообще может быть много эго-состояния. В нас может быть такая, скажем, субличность мечтателя, например, или субличность постоянно критикующего какого-то человека. Или субличность, не знаю, агрессивного, да, какого-нибудь там, ну не знаю, такая, когда вот человек там напивается, и из него вылазит какая-то другая субличность. Или субличность там легкой девушки, ну еще что-то. То есть бывает так, что в нас действительно живут очень много эго-состояния наших. И нежели быть в гармонии с собой, как я этого понимаю, это когда вот эти субличности, не бойтесь, это не шизофрения, это действительно так происходит. Особенно когда на консультации это видно, когда у него даже мимика меняется. Если вы читали Берна, он проговаривал, что когда, например, эго-состояние ребенка меняется на родителя, то у человека меняется и внешний облик, и голос, и интонации. То есть действительно как будто бы становится другой человек. Так вот, есть такое, конечно, заболевание, диссоциативное расстройство личности. И я очень рекомендую тем, кому интересно психология и всякие такие штуки, почитать книгу, ну есть аудиокнига, называется она «Множественные умы Билли Миллигана». Это реальный случай, книга написана по реальным событиям, того, как в одном человеке уживалось, по-моему, 22 личности, которые по очереди выходили на свет. И более того, они просто выходили на свет, там были личности, которые вообще как бы не уживались друг с другом. Например, маленькая девочка трехлетняя, мужчина, который воспринимал и идентифицировал себя как воин, или там парень 15 лет, который склонен там к чему-то такому, к поведению антисоциальному, скажем так. Более того, когда у них измеряли IQ, у них было разное IQ, но самое главное, вот этот парень, который такой воином себя воспринимал, у него был акцент славянский. И он действительно не чувствовал боли, у него была неимоверная сила в этом состоянии. И, ну, очень потрясающие труды, потрясающая книга, потрясающий опыт. И, кстати, он не единственный в мире, кто был с таким расстройством диссоциативным, были другие еще примеры. Так вот, гармония с собой – это то, когда ваши субличности уживаются. Это очень хорошо видно, опять же, в психотерапии, когда ты даешь возможность просто выговориться разным твоим субличностям, которые борются внутри себя. Наверняка вы слышали такое понятие, как внутриличностный конфликт. Это то, когда с одной стороны, например, ну, часть тебя говорит, там, ты должна родить ребенка, а другая часть говорит, нет, я хочу жить для себя, путешествовать, отдыхать, и я боюсь растолстеть или еще что-нибудь. И человек внутри не может решиться. Более того, этот внутриличностный конфликт может привести даже к психогенной, как это называется, бесплодию, психогенному бесплодию, когда все здоровы по всем параметрам, но беременность так и не наступает. И когда начинаешь работать с клиентом, понимаешь, что там в основе лежит определенный конфликт. Как научиться жить в гармонии? Это научиться отслеживать, кто сейчас во мне это говорит, кто сейчас во мне это хочет. Опять же, это немножко попахивает шизофренией, но на самом деле мы так или иначе это делаем. Просто когда мы делаем это неосознанно, вот этот разговор внутри себя, мы не придаем значения, что есть части наших личностей, которые нужно как-то примирить, как-то воссоединить. По поводу не жалеть о том, чего не сделали, о том, что сделал, подумайте о том, а почему вам выгодно жалеть. То есть это не очень такая корректная, наверное, с моей стороны послание вам, но я убежден, что то, что мы имеем в своей жизни, то, что мы делаем, действительно является важным в нашей жизни. И нередко, если человек говорит, ну я стараюсь не жалеть о прошлом, ну раз за разом скатываюсь туда, то, возможно, вы получаете какие-то психологические плюшки, мягко скажем, за это. То есть сам факт, может быть, сожаление о чем-то в прошлом, это как некий бальзам на душу, это как некое, может быть, успокоение, а может быть, наоборот, это способ покритиковать себя. И тогда мы приходим к тому выводу, что для меня выгодно и важно критиковать себя. А почему? А потому что я это слышал или слышала в детстве, и это было нормой проявления любви ко мне, например, я фантазирую. И тогда, работая вот с тем, с той ситуацией в детстве, можно прийти к тому, что сейчас эта критикующая часть личности перестает быть такой актуальной и нужной. И, соответственно, я перестаю укорять себе и сожалеть о том, что происходит в моей жизни. Понимаете, вот так вот иногда бывает все запутанно и интересно, на мой взгляд, когда начинаешь это распутывать в консультациях, в психотерапии, у самого, во-первых, опыт расширяется, во-вторых, ты видишь, как интересно бывает все в жизни устроено. Ну, Атлантида, не знаю, насколько я ответил на ваш вопрос, но, на мой взгляд, нужно просто чуть более осознанно проживать свою жизнь, чтобы понимать, кто это внутри меня сейчас хочет или не хочет, и как я могу найти консенсус какой-то, прям как, знаете, в переговорах каких-то больших, серьезных, договариваться о чем-то. Елена, благодарю. Спасибо, рад, что мой ответ был для вас полезен. Атлантида, читал эту книгу, очень интересно, 24 личности. Да, вот еще у нас Аленушка читала. У меня после употребления алкоголя появляется какая-то субличность. Да, знаете, как говорил Берн в своей книге, первое у нас отключается контролирующий родитель, то есть субличность родителя он также делил на заботливого родителя и контролирующего родителя, и ребенка на естественного ребенка и на адаптивного ребенка. Так вот, первым отключается контролирующий родитель, и как мы знаем, с точки зрения физиологии, когда алкоголь попадает в кровь, то наш неокортекс, лобные доли и префронтальная кора головного мозга, они отключаются первыми. Именно поэтому в этот момент происходит вот отключение вот этого сдерживающего барьера, и кто-то начинает себя вести, ну скажем так, и на поверхность выходит какая-то другая субличность, чаще всего естественный ребенок. То есть естественный ребенок, он подавляется контролирующим родителям, и когда контролирующий родитель уходит, естественный ребенок вылетает наружу, и вот то, что он может быть себе не позволял раньше, он хочет позволить. Поэтому я редко выпиваю в компаниях, чаще всего я за рулем, ну и мне очень интересно наблюдать за людьми, когда они в таком хорошем подпитии, не с точки зрения вот там нажрался или еще что-то, а с точки зрения у кого-то в этот момент раскрывается душа, человек, ты видел такой серьезный, напряженный, а тут он становится рубаха-парень, такой добряк, и ты понимаешь, что как много в его голове про то, что мужик должен быть серьезным, нужно держать лицо, не показывать свои эмоции, а другой начинает наоборот, он был вроде добрый такой, но общительный, а тут у него какая-то грусть, апатия или даже злость, и ты понимаешь, что это тоже про какую-то боль его внутреннего ребенка, которую он долго держит и не может выпустить наружу, и вот это состояние помогает это сделать, хотя, конечно же, только на время. Елена, про Билли Милигана есть художественный фильм, если я не ошибаюсь, вы знаете, я смотрел в интернете, что собирались его снимать, по-моему, называется там типа «Запертые в комнате в одной», что ли, но, по-моему, его так и не досняли. Но есть еще, да, другой фильм тоже про субличности, я сейчас не вспомню, как он называется, там про мужчину, который похитил двух или трех девочек, девушек, ну девочек, скорее всего, иностранные, и как в нем одновременно, вот, ну это потрясающая актерская работа, кстати, я в свое время, когда походил на курсы актерского мастерства, я стал замечать какой-то гигантский адовый труд сыграть разные персонажи, и это, конечно, потрясающая игра, не скажу, как он называется, может быть, кто-то напомнит. Рената, муж не обсуждает отношения, очень холодный, без обнимашек, не выносит чужих слез, уходит в другую комнату, не называет никогда по имени, любит молчанки, по неделе, и так 20 лет холодности. Что это? Так, Рената, что это? Ну, во-первых, давайте сразу оговоримся. Психологи любят говорить, что все мы родом из детства, но на мой взгляд, все-таки ребенок приходит в эту жизнь уже не чистым белым листом. Он уже приходит с определенным, во-первых, темпераментом. Темперамент включает в себя активность, возбудимость, открытость к социуму, эмпатию. Ну, ну, пожалуй, вот это основные моменты, то есть то, что уже заложено у прям ребенка, которому несколько месяцев, несколько недель. Да что там, они в животе уже ведут себя по-разному, да? Кто-то там пинается, активничает, и потом в жизни такой же, а кто-то спокойный, и мама говорит, я не знаю, вообще он там живой, нет, как все в порядке. Поэтому, возможно, более того, есть у хороших родителей, у нормальных, с точки зрения психологов, может родиться ребенок с психопатическими наклонностями, с антисоциальными наклонностями. Это то, когда у ребенка не эмпатичен, то есть с точки зрения физиологии в мозгу слабо развитые или недоразвитые отделы, отвечающие за переживания, за сопереживания, за умение понять чувства другого человека. И, ну, иногда это видно прям, когда ребенок уже в детстве действительно мучает животных, и могут быть такие садистические наклонности, и он этого вроде нигде не видел, его в детстве никто не бил. Ну, то есть, реально такие истории есть, когда родители за голову хватаются и говорят, у нас никогда такого нет, там, добрая семья, все хорошо, все отлично, почему? В этом плане мне нравится фильм «Что-то не так с Кевином», по-моему, называется. Хотя там, конечно, не в этом плане пример, потому что там мама, ну, тоже не идеально себя вела, мягко скажем, в период младенчества этого Кевина. Но тоже, по-моему, он по реальным событиям снят, когда в итоге он убивает свою сестру, своего отца и, ну, расстреливает из арбалета школьников в учебное заведение. И очень интересно смотреть за тем, как проявляется его холодность в разных ситуациях, и ты понимаешь, что это его не обучили так, что все-таки вот эти задатки психопатической личности, они были, скорее всего, ну, я могу ошибаться, заложены уже при рождении. Так вот, к чему я говорю, что ни в коем случае не хочу сказать, что там у мужа психопатические наклонности, но сразу должны понимать, что у нас очень много шкал, по которым мы оцениваем друг друга. Вот, например, такая шкала, как эмпатия, умение сопереживать, чувствовать эмоции другого человека и оценивать и осознавать свои эмоции. У кого-то они могут быть с рождения очень развиты, а у кого-то они могут быть неразвиты, а может быть вообще на нуле. И это ни плохо, ни хорошо. На самом деле, если задуматься с точки зрения того, что, ну, каждый человек, он для чего-то в этот мир пришел, то, на мой взгляд, люди вот такие неэмпатичные, они идеальные военные, они идеальные люди, которые, ну, такие хладнокровные, где нужно, например, хирурги, где не нужно вот этой эмпатии, сопереживания. То есть, они тоже нужны социуму. Это раз. По поводу не выносит чужих слез, уходит в другую комнату. Возможно, с этим связана какая-то история в его жизни. Я, по-моему, рассказывал на одном, по-моему, на одном тренинге, может быть, клиент мне рассказывал, что у мужа была такая история, что в детстве его папа, когда отводил в детский садик, он периодически брал булавку и колол его в мягкое место по попе, да, таким образом для того, чтобы временок быстрее шел. И вроде бы это как-то так даже весело с точки зрения папы, я так подозреваю, но с точки зрения психологии это, конечно, ужас-ужас. И для ребенка, для уже во взрослой жизни, это была бы большой травмой психофизиологической, тогда как тактильное соприкосновение, обнимашки и касания, это было чем-то запретным. Потому что тогда ребенку папа воспитывал, как ему казалось, стойкость, дисциплину, умение терпеть боль, а ребенок же отключился вообще, он поселился в такой кокон, чтобы не испытывать боль. Он поместил себя в такой психоэмоциональный кокон, и он перестал испытывать не только боль, но и какие-то другие радостные чувства. И это отразилось, конечно, и отражалось на его отношениях с женой, на его отношениях с детьми. И вот здесь, я думаю, что, возможно, могла бы быть тоже какая-то история, которая вызывает дискомфорт. Конечно, слезы для большинства из нас, слезы другого человека, будут вызывать дискомфорт, это нормально. Но, возможно, там что-то более глубокое. Молчанки, понедели, и так 20 лет холодности. Где-то недавно натыкался в ТикТоке, по-моему, на видео, что какой-то мужчина, обидевшись на свою жену, что она японец, по-моему, или китаец, ну, то есть какая-то азиатская страна. Из-за того, что жена очень много уделяла времени ребенку, он замолчал, по-моему, на 15 или на 20 лет. То есть вообще не проронил ни слова. Более того, там в комментариях интересно, у них родился ребенок за этот период. То есть у них трое было, двое до этого, и вот они еще третьего как-то молча смогли сделать. Ну и там писали комментарии, типа, хитрый мужик, конечно, хорошо устроился. То есть, возможно, эта холодность идет от желания воспитать. Ну, то есть это нередко очень жесткий абьюз. Иногда вот эта молчанка – это хлеще, чем обзывательство. То есть лучше бы человек как-то эмоционально в тебя включался и там говорил, что ты плохой, ну, мягко говоря, еще что-то, чем показывал, что тебя нет. И, кстати, знаете, почему это очень болезненно? Я вас предостерегаю, чтобы ни в коем случае не наказывать так детей своих. Потому что, особенно маленьких, дошкольного возраста. Потому что дети дошкольного возраста, чем младше, тем сильнее, у них происходит этап самоидентификации. То есть они вообще понимают, кто я в этом мире. И это понимание происходит через авторитетных взрослых, то есть как через отзеркаливание, механизм отзеркаливания. Замечали этот момент, да, когда рождаются дети и с ними начинают там сисюкаться, там, вы улыбаетесь, он вам улыбается в ответ. Вот это идет как раз отзеркаливание путем зеркальных нейронов. И другие, например, детки-отказники, с которыми так просто физически не получается много сисюкать, там, разговаривать, эмоционировать вначале. И у них, когда с ними работаешь уже со взрослыми в терапии, у них вот эта я-идентификация, она размытая на вопрос, ну вот опиши, кто ты. Они иногда вообще не могут дать никакого ответа, даже сравнительного, метафорического, или просто сказать, чем они занимаются. То есть иногда вот эта травма отверженности и отсутствие идентификации в младенчестве настолько сильна, что ребенок, вырастая, сохраняет это ощущение, что меня нет, я ничто. Так вот, когда мы наказываем таким образом другого, мы своего рода показываем, что ты пустое место, тебя нет. Ребенок сам начинает воспринимать себя как пустое место, потому что его никто не отражает в этот момент. Меня нет, я хожу, а меня не замечают. И во взрослой жизни это тоже очень часто очень сильный абьюз. Что это? Ну это очень часто все-таки вот этот комплекс, который вы описали, либо травма, либо, ну очень редко такое бывает, специальная стратегия поведения для чего-то, чтобы не избаловать жену, чтобы там она знала свое место, чтобы, не дай бог, она не ушла от меня, ну или еще что-то. Хотя мы можем с вами понимать, что эти действия наоборот делают так, чтобы она быстрее ушла, ну например, логика не всегда, наше поведение психологическое не всегда логичное, очень часто нелогичное, но она очень логичная для нашего травмированного там ребенка. Ну я часто использую этот термин травмированный, хотя он, наверное, для кого-то оскомину набил, но все-таки. Хорошо, давайте двигаться дальше. Как не завидовать другому человеку и не соперничать с ним? Хороший вопрос. Зависть всегда, ну что такое зависть? Это зависть, это сожаление от того, что я не имею того, что есть у кого-то другого. И как, есть тоже такая одна психологическая пословица, если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас ты ездишь на Мерседесе, у тебя все равно в детстве не было велосипеда. Понимаете, смысл в том, что нередко та недополученная нами любовь, признание, восхищение, материальные какие-то блага, они создают ощущение дыры внутренней. И вырастая, начиная обладать ресурсами какими-то, мы пытаемся изо всех сил эту дыру заполнить. Будь то любовницами, если это мужчина, дорогими машинами, либо дорогими шмотками, каким-то признанием, пластическими операциями, ощущением, что я самая красивая и желанная. Кто как, все по-разному. Но вот чем сильнее эта дыра и чем более ноющая она, а ныть она будет тогда, то есть одно дело тебя не хвалили, а другое дело, когда тебя еще унижали в школе, например, гнобили. Или одно дело, когда ты был не в богатой семье, и другое дело, когда тебе об этом постоянно тыкали носом. И опять же, учитывайте фактор генетически наследственный, потому что для одного то, что его будут ругать и обзывать, это будет очень травмирующе, и он с этим материалом придет потом в психотерапию, а для другого это будет, ну и подумаешь, всех ругают, все нормально. Если бы меня не били, человек рассуждает, например, да, я бы вообще не пойми кем вырос, а другого один раз ударили ремнем, и он через всю жизнь это принесет. Так вот, просто поймите причины этой зависти, то есть какому ресурсу вы завидуете чаще всего. Это могут быть деньги, это могут быть спутники по жизни, то есть партнеры, это могут быть дети, это могут быть умственные способности, красота или еще что-то. Вот поймите, какому ресурсу вы завидуете и осознайте, что скорее всего ваш внутренний ребенок недополучил в свое время этот внутренний ресурс. Как быть? Додать самому себе. Вот у нас хорошая новость в том, что у вас всегда есть вы, и если у вас есть внутри вот такой немножко, знаете, грустный, рассерженный на весь мир, обиженный ребенок, ну, я сейчас не конкретно про вас, а про нас всех, который просит от других там внимания, ну, вот это эпатажное поведение может быть, да, такая нарциссическая травма, когда я самый лучший, а все остальные плебеи. То, когда ты понимаешь, чего не хватило, у тебя появляется возможность додать это. Ну, как это сделать самому, мне сложно сказать, но как минимум вы можете посмотреть у меня на YouTube-канале видео «Как полюбить себя», ну и другие такие видео. Там есть даже конкретные практические упражнения. Но вообще, конечно, со специалистом это гораздо проще прорабатывать, потому что он подскажет, вот какие именно аспекты наиболее затрагивают, как наиболее они вас трогают. Ну, и не соперничать с ним. Я за то, чтобы вообще было такое здоровое соперничество в жизни, оно помогает нам двигаться вперед. Но когда это соперничество со знаком «Ну, хоть бы у тебя было плохо, да, сделай всего, что хочешь, а у соседа будет в два раза больше, да, там, выколи мне глаз», то, конечно, это уже про зависть. И здесь такое поведение, такое желание может быть только из вот этого вот недолюбленности, если как так можно общее сказать, из травмированного состояния с детства. Так, ну, хорошо. Ага, Сплит называется, да, Атлантида, все верно. Фильм называется Сплит про, ну, про этого маньяка с разными, с разными эго-состояниями, которые проявлялись. Приятно, что мы с вами на одной волне, так, почему чат не идет, пошел. Да, что-то не так с Кевином, боже, я только и делаю, что смотрю фильмы Атлантиды, да, и приятно, что у нас фильмы с вами совпадают. Но я тоже, знаете, иногда прям заставлял себя в том плане, что, думаю, Кость, ну ты же психолог, тебе нужно получать все больше и больше материала. Кинематограф потрясающе дает материал для анализа, для расширения своего, ну, вот этого инструментария как психолога. Но в какой-то момент я так перенасытился фильмами, что мне сейчас хватает житейских историй, но я думаю, это может быть такими волнами скоро. Кстати, напишите фильмы, которые вас недавно впечатлили с точки зрения психологии, я их тоже для себя помечу. Кристина, спасибо большое, очень приятно. Про зеркала расскажите, что все люди это наше отражение, иногда тяжело эту связь отследить, интересно ваше мнение. Ну, мы тут можем немножко уйти в эзотерику, но... Как бы мне это сделать, не уходя сильно в эзотерику? Скажем так, на мой взгляд, одна из задач человека в этой жизни – это научиться опыту любви. И, конечно, это очень просто делать с теми людьми, которые хорошо ведут себя по отношению к тебе. Но очень тяжело это делать по отношению к людям, которые предают, которые психологически или, не дай бог, физически насилуют тебя, которые строят козни, делают подлости и так далее и тому подобное. И вот опыт прощения, если смотреть на него с точки зрения психологии, и я с этим частично согласен, что психологи говорят, вы нафиг никому не должны прощать никого. Если в детстве вы испытывали жесточайший абьюз, насилие или еще что-то, и это были ваши родители, ну, не знаю, там, отчим или мама, папа, неважно, то вы никому ничего не должны в том плане, что ты должен их простить, ты должна их простить. Нет. И я с этим согласен, потому что ощущение, что я должен или должна простить их, оно еще больше выгоняет меня в чувство вины. Ну, согласитесь. И в этом плане это не конструктивно. В этом плане это не способствует моему внутреннему исцелению психологическому. Но тогда, когда я ношу в себе груз обид, а что такое обида? Обида – это ведь детское чувство. Ну, не в том плане, что оно какое-то ущербное. Нет. А в том плане, что мы научаемся его испытывать в детстве. Почему? Потому что, например, гнев на родителей за то, что они не покупают нам ту игрушку, которую мы хотим, маленькими мы, да, когда были, или за то, что они нам что-то запрещают, мы испытываем гнев. Но гнев на родителей проявлять нельзя. Ну, запрещено социально, родители нам запрещают. Ну-ка, не злись. Я кому сказала? И этот гнев, он никуда не девается. Он консервируется, и это превращается обида. То есть обида равно злость. Обида равно гнев только законсервированное. И вот эти эмоции, они уже вредят нам. Вредят самим нам. И я все-таки сторонник того, что те моменты, что когда ты чувствуешь, что у тебя вот кулачки сжимаются, я их бы, блин, сейчас прям морду бы набил. Вот это про то, что это может быть мишенью психотерапии, в том плане, чтобы от этого избавиться. Потому что, да, ты, может быть, этого человека не видишь, или, слава богу, живешь как можно далеко от него. Но внутри-то, вот эта каша-малаша, она бьет по твоему телу, по психосоматике, по еще чему-то. Поэтому я все-таки, но я редко это говорю в психотерапии, потому что это все-таки несет такой флер вины, что я должен или должна, получается, его прощать, что ли. Я никогда не навязываю это, потому что клиент должен сам к этому как-то мягко прийти. И вообще это может быть не цель там первых сеансов, а цель первых сеансов избавиться просто вот от этой нечеловеческой злости, которая была создана в силу каких-то травм. Так вот, на мой взгляд, если одна из задач – это научиться опыту любви, а ему можно научиться через прощение, то так или иначе мы будем встречать в своей жизни тех людей, которые будут наши учителя вот в вопросе любви. И условно, после одного из семинаров я начал делить людей, ну условно, на хороших и учителей. То есть тех, с которыми нам легко, комфортно, мы не напрягаемся с ними, и те, которые являются зеркалами наших несовершенств, зеркалами того, где мы еще можем что-то проработать в себе. Как минимум смирение, как минимум понимание того, как не надо поступать, как минимум понимание того, чтобы вжиться в тот мир другого человека. Почему он так поступает? Почему моя мать делает так со мной? Как она не понимает, что она просто добивает меня? Мне сейчас плохо, а она прям ставит мне палки в колеса. И вот чтобы эти вопросы перестали мучить, иногда стоит посмотреть на эту ситуацию глазами того человека. Вот, наверное, как-то так, Кристин, я бы ответил. Кристин, я помню про то, что обещал вам, ну вот после нашей с вами консультации, к сожалению, пока супруга у меня еще и приболела, поэтому, извините, но там задержка происходит в том, что мы с вами обсуждали. Так, добрый вечер, вы чудо, всегда вас слушаю, смотрю, спасибо большое, Алексей. Добрый вечер, как развить в себе внутренних родителей? Прок. А, Евгений, по-моему. Как развить в себе внутренних родителей? Хороший вопрос. Внутренние родители – это... Я бы, знаете, задавался вопросом не как в себе внутреннего родителя развить, если мы говорим про концепцию Рика Берна, а как развить в себе внутреннего взрослого? То есть, родитель – это либо запрещающая фигура, либо долженствующая, то есть, ты должен учиться, там, мужики должны быть такими-то, ты не должен ходить туда-то, либо заботливая. Ну вот, смотрите, так это немножко вписывается папа-мама, но это очень, конечно, притянуто, да, сейчас. А мама, ну, как правило, бывает исключение, ну, родительская фигура, а заботливая – это такая поддерживающая фигура, говорящая, что, ну, там все будет хорошо, там, ну, иди, я тебя пожалею и так далее. Это в норме. Но для жизни, на мой взгляд, очень хорошо, когда у тебя есть хорошо развитое эгосостояние взрослого и естественного ребенка. Другие тоже важны, но вот я больше всего, это мое личное убеждение, у Берна я это не читал, возможно, там где-то есть у него про это же, и мы в нем с этим, в нем, в этом с ним сходимся. Так вот, взрослый, вот замечали, что двое детей на площадке, в возрасте там двух-трех лет, на детской площадке, в песочнице, они не смогут играть вместе, они играют рядом, но не вместе. Почему они не смогут играть вместе, как правило, бывает исключение, потому что это будут сплошные конфликты, а их внутренний взрослый не настолько развит, чтобы урегулировать вот эти конфликты и вынуждены, кто, подходить родители и как-то помогать там, ну дай лопатку мальчику, мальчик тебе даст там самолетик, ну и так далее, да. Вот, так вот, взрослый, это фигура, которая очень нужна во многих аспектах, начиная от бизнеса, заканчивая интимной сферой, вот особенно интимной сферой, я как сексолог могу сказать, что почему она такая опасная, ну с точки зрения там конфликтов, там одним словом можно ранить человека так, что он потом будет лечиться от, как там, эректильной дисфункции у психотерапевта месяцами. Почему? Потому что может слово одно ранить вот именно того внутреннего ребенка очень сильно. Так вот, взрослый, он помогает коммуницировать, а вот если, например, в интимной сфере очень много родителя, ты должна или там мужик должен, даже он не проговаривает этот слух, то это больше про должен, да, или про то, что, или про какую-то излишнюю опеку, заботу, то есть когда я воспринимаю свою партнершу или партнера как ребенка, или наоборот, как родителя, это не про то. А в бизнесе, да, когда возникают либо обиды, либо, опять же, долженствования, вы мне должны тут все. Так вот, а взрослый, он как компьютер, он вообще, ну, безэмоциональный, в чистом виде, он просто рассчитывает, чего бы мне хотелось, там, чего хочется мне внутреннему ребенку, так, ребенок, выйти кнаружи, ребенок выходит и говорит, ой, слушай, мне хочется там, не знаю, потанцевать, или мне хочется погонять на машине, или мне хочется, там, поехать на природу. И взрослый говорит, так, для, поехать на природу, так, это как-то нерационально, это долго и так далее. Потанцевать, это не место погонять на машине, о, супер, сегодня поеду вечером, заеду за друг друга, мы с ним погоняем, и как раз давно не виделись. То есть он связывает желание внутреннего ребенка с какими-то определенными аспектами, обстоятельствами. И вот как развивать взрослого – это вопросы. Есть такое понятие, как коучинг, и коуч в чистом виде ничего не советует, он только задает вопросы. А вопросы помогают взращивать внутри нас ответственность и осознанность. Точнее, сначала осознанность, потому что, чтобы ответить на вопрос, нужно начинать осознавать какие-то вещи. А во-вторых, чтобы свой ответ принять как свой, нужно взять ответственность на себя. То есть да, я так решил, потому что, потому-то это мое решение. И вот больше задавайте себе вопросов. На мой взгляд, мы так много ищем ответов, гораздо правильнее начать задавать себе вопросы. То есть через вопросы, через понимание, чего я хочу, куда я живу, куда я двигаюсь, как воспринимают эту ситуацию с разных сторон. Вот это вот все мышление – это есть взрослый. А ребенок, естественный ребенок – это творческое начало в нас. Это тот, кто просто творит, кто там бесится, кто радуется, кто живет, кто горюет. Вот такое, знаете, естество в прямом его проявлении. Но при хорошо развитом взрослом, это естество можно направить в том направлении, в котором тебе нужно. Как в отношениях, как в бизнесе, на работе, как при взаимодействии с ребенком. У кого слабо развит естественный ребенок, им тяжело с детьми. Вот это сразу видно, когда, это может быть, кстати, женщина, говорит, ну, как бы, я не понимаю, как себя там вести. Ну, что там, тупо играть вот в куколки, в паровозики. Ну, то есть у нее сразу разрыв шаблона. Почему? Потому что эта роль просто не наполнена. А если наполнена, взрослый так думает, так, сейчас я его быстренько успокою, мы сейчас сделаем вот это, вот это, все, погнали. И ему легко ладить с детьми. А если ребенка много внутри, но мало взрослого, то он может настолько заиграться с ребенком, там, забеситься, что, извините, весь дом кверх дом, и там уже другой родитель говорит, ты что, вообще, что вы делали тут, это нормально? Понимаете, вот все должно быть в балансе. Если вы задаете вопрос про внутреннего родителя, здесь нужно подумать, какой аспект. То есть, что именно от внутреннего родителя вам нужно? Мне кажется, то, что здесь больше про вот эту взрослость, взросление. Катерина, а если завидуешь успеху других и считаешь себя из-за этого менее успешным, то как-то можно закрыть, будучи взрослым? Как додать себе успех? Здесь не про это речь. Да, дать успех можно себе. Но знаете, сколько я видел людей, успешных, там, не знаю, бизнесменов или, там, успешных творческих личностей, которые вот достигли чего-то и говорят, и вот сейчас у меня такой кризис, что я просто не знаю, что делать. То есть, да, вот я там была шестым ребенком в семье, была у меня клиентка. Она все донашивала, ничего не получала, все по остаточному принципу. И когда-то внутри, внутренняя девочка у нее сказала, я вам всем, блин, докажу, какая я буду в этой жизни. И она действительно очень сильная женщина, такая прям, ух. Но внутри ее кризис, на тот момент, когда она ко мне обращалась, она говорит, я не понимаю, зачем все я это теперь делала. Ну, вот доказала я, как бы, да, что я могу и чего дальше. Конечно, можно поставить следующую цель, замотивировать ее и сказать, что, ну, ты доказал только вот определенному кругу. А что, если выйти на мировую арену? Это первый момент. Второй момент. Это так называемая, сейчас, сейчас, самооценка, которая, зависимая самооценка. То есть, смотрите, очень часто наша самооценка строится по принципу я плюс, запятая, если. И дальше у нас с вами, у каждого свой, свой список, если. Если я делаю то-то и то-то, если я успешная, например, в вашем случае, может быть, да. Если я богата, если я красивая, если у меня хороший муж, если у меня хорошая жена, неважно. У каждого свой список, если. И вы просыпаетесь утром с ощущением, что я, ну, не плюс, а я такое плюс-минус или минус. И мы, как наркоманы, как вот такой зайчик, перед ним, который висит морковка, бежим в эту жизнь для того, чтобы сами себе, в первую очередь, доказать, что я, там, не тварь дрожащая, я плюс. Потому что я показываю себе, вот, ну, доказываю, в чем я успешная или неуспешная. И вот у вас сейчас может быть бы родиться такое возражение. Ну, так подождите, а что, вы прикажете мне лежать на диване ровно и ничего не делать? Нет. А я посоветую и предложу, как вариант, рассмотреть ту деятельность, которая не про доказательство того, что я плюс, потому что я тоже успешная. А которую я просто выбираю, потому что она мне нравится, потому что у нее есть перспективы, потому что мне классно ей заниматься. Понимаете? Про то, что мы очень часто живем в сценарии доказательном или контр-сценарии. Бывает наоборот, когда всю жизнь, там, говорили, учись на отлично, будь замечательным. И ребенок выходит из семьи и говорит, идите вы, знаете, куда, далеко и надолго. И уходит в какие-нибудь неформалы, там, пьет, играет на гитаре, еще что-то. А родители из него учили его в лицее, ну, и так далее. Это контр-сценарий. Это тоже не жизнь так, как я ее хочу. Это жизнь глубоко в душе про то, что не будет по-вашему, я сказал. Понимаете? Это тоже контр-сценарий. Так вот, сценарий, он строится на базовой какой-то формуле своей самооценки. Так вот, осознайте, что вы плюс, если, и что там дальше. И вот задача, по сути, это вернуть себе себя. Не я плюс, если я выполняю какие-то условия. А я плюс и точка. Да, я могу делать что-то не так. Вот у нас проблема в том, что мы очень много сваливаем в одну кучу. Например, поведение объединяем с личностью. Если я сделал что-то плохо, я плохой. Если я сделал что-то хорошо, я хороший. Нет. Если вы сделали что-то плохо, это вообще вас никак не характеризует. Это говорит лишь о том, что вы что-то сделали плохо. А вы внутри остались таким же там нейтральным, скажем так. Если вы сделали что-то супер-классное, это не значит, что вы там супер-классный. Завтра вы можете так облажаться, что мама не горюй. Это просто значит, что у вас в данном моменте, в данный проект получилось сделать хорошо. Вот разделяйте поведение и личность. Вы внутри со знаком плюс. Вот сейчас, возможно, для кого-то из вас это просто слова. Но когда работаешь в психотерапии, когда возвращаешь потихоньку себе себя и понимаешь, что да, это просто мое поведение. Ну, например, сейчас я могу там плохо провести этот эфир. Но это не значит, что я плохой там психолог. Хотя раньше, когда вот у меня строилась тоже самооценка, я плюс это то, какие отзывы мне скажут. Безусловно, мне приятно получать хорошие отзывы. Но плохие отзывы теперь не так ранят меня, как раньше, например, когда я думал, блин, да, точно мне столько еще надо учиться, столько вот. И всегда будут люди, которым мы не угодим. И всегда будут люди в чем-то лучше нас. И вот это желание постоянно себя сравнивать с тем, у кого лучше, кто лучше соображает, у кого больше регалий или еще что-то. Но в один прекрасный момент, когда я увидел очень уважаемого мною человека в моей сфере, и когда я увидел комментарии, которые там написали, я думал, боже мой, если доктора психологических наук, там, умницу, который помог тысяче людям, которые, ну, для меня очень большой авторитет, если его там, ему пишут такие какие-то бредовые вещи, то зачем вообще гнаться за этим? Все, будь собой. Остальные люди, кто услышит, тот услышит. Так вот, нужно разделить свою самооценку, разделить поведение от своей личности. Вы плюс по умолчанию, точка. Даже если вы облажались самым ужасным способом. Но поведение ваше может быть разным. И ваше поведение может кому-то не потравиться, и это нормально. И это как способ подумать, возможно, мне стоит что-то поменять в моем поведении, возможно, мне стоит что-то научиться, чему-то обучиться в этой жизни. То есть это просто я работаю над собой, потому что в этом смысл жизни. Вот так вот мыслим, да, а не потому что, блин, я опять все еще неуспешный. Когда вы подниметесь на эту гору, или вот обойдете вот этого человека, которому, возможно, вы сейчас завидуете успехи, дальше, я вас уверяю, откроется абсолютно следующая категория людей, которые будут лучше вас. И вот это чувство неудовлетворенности, что я опять, блин, не дотягиваю, оно вернется. Так, друзья, давайте потихоньку завершать. Спасибо большое, вы очень активная аудитория, у нас всего было 20 человек. Вы, каждый из вас, написали столько вопросов, мне это очень приятно. Так, вы поделились своими фильмами, давайте я немножко посмотрю. Угу, Полиана, да, давно смотрел, читал книгу. Почему убивать женщины не смотрел, спасибо. Да, Полиана, на мой взгляд, это очень одна из самых лучших книг Полиана для... Как детская книга, которую можно почитать с ребенком, либо дать ребенку самому почитать. Ну что ж... Угу, меня впечатлила одна фраза из фильма, эта фраза взрослым умом меряются. Наталья, как простите отца за побои в детстве? Если вам не хочется, не прощайте. Но если та боль, которую вы испытывали тогда в детстве, сейчас влияет на ваши отношения с мужчиной, например, или вообще в жизни, или возникает какой-то страх, тревога, или панические атаки, не дай бог, то здесь, конечно, нужно работать. Вот честно, я не могу сказать, как это сделать самостоятельно, потому что я примерно с подобным сталкивался, и мне помогла только психотерапия. Не обязательно ко мне, найдите психолога в своем городе. Но важно сделать так, в общем, психология, психотерапия делает так, что вы не отрицаете этот опыт, вы не думаете, что, а, я забыла. Время не лечит, время консервирует. Но спустя, после определенной психотерапии, этот опыт так интегрируется в вашу жизнь, что он перестает вас ранить, и это перестает быть кровоточащей раной. Это просто такой шрам, шрам всегда останется. Но это не будет вас, как-то, знаете, разрушать психологически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова